1800 жителей поселка Агуй-Шапсук оказались в ловушке. Единственный мост, по которому люди могли добраться до Туапсе, разрушен водой. Губернатор Кубани сегодня с утра находится в Туапсинском районе. Вениамин Кондратьев объехал улицы, больше всего пострадавшие в населенном пункте от удара стихии. Заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства края глава региона ставит задачу максимально быстро восстановить транспортное сообщение. В течение завтрашнего дня, максимум до 24.00, вы обеспечиваете восстановление нормального транспортного сообщения с населенными пунктами, которые сегодня отрезаны. Все, договорились. Значит, в пешем порядке сегодня через этот настильчик, иначе не скажешь, то есть вы поддерживаете обеспечение самим необходимым. Обязательно. Еще раз подчеркиваю, это стихия. Нам максимально сегодня справиться с тем, чтобы вернуться к нормальному циклу. Несмотря на то, что жители поселка оказались оторваны от большой земли, им оказывают всю необходимую помощь. Люди не должны ни в чем нуждаться, отметил губернатор. Если там дети, безусловно, обеспечение продуктами питания – это статистическая задача. Поверьте, мы не можем допустить, чтобы, не дай бог, кто-то не получил не просто питания, полноценного питания, тем более, если там дети. Здесь максимально все силы мы должны бросить на то, чтобы никто, никто из жителей отрезанных на зеленых пунктах не ощущал дефицит ни в чем. Потоки воды сметали буквально все на своем пути. От ларьков до автомобилей. Улицы Топсы напоминают кадры фильма «Катастрофы». Рядом с поселком пригородный на куски разорвало водопровод. Масштаб проблемы на месте оценил губернатор. Министр жилищно-коммунального хозяйства края докладывает Вениамину Кондратьеву. Проложить временную трубу будет возможно только через сутки, когда спадет уровень воды. Глава региона поручает обеспечить бесперебойный подвоз питьевой воды. Уже появились жалобы о том, что ее не хватает. Местные жители рассказывают, даже в таких условиях некоторые магазины пытаются заработать на катастрофе. И в два раза подняли цены на бутылки с водой. Быстро канистры опустевают, получается, и очередь стоит. Очень хорошо, что я остановился, потому что информация, которую мне докладывают, информацию, которую говорите вы, они две разные информации. То, что они стоят, эти бочки, они есть, но они быстро опустевают, они успевают подвозить. Согласен. Сейчас начинают спекулировать на воде. Люди не могут, пятилитровые канистры покупают там за бешеные баснословные деньги. Где глава, где он ходит? Вы докладываете, вы должны сами владеть информацией. А если вы не владеете, тогда на самом деле не надо докладывать. Вы об этом должны мне первым были сказать, что сегодня есть спекуляция и на воде, и на товарах первой необходимости. Это вообще не может быть, еще раз подчеркиваю, не может быть по определению. Вот тогда вам ровно час на понимание ситуации. И что необходимо сделать, чтобы вода на самом деле бесплатно и в нужных количествах была у каждого, кому необходимо, жителя города. Это Туапсе. Еще раз подчеркиваю. Понятно. Вот никаких злоупотреблений здесь не может быть. И наживаться на горе людей на этой стихии никто не будет. Но устранение последствий от стихии в крае брошены 781 человек и больше 200 единиц спецтехники. Работать они начали еще вчера, когда поступили первые сигналы чрезвычайной ситуации. Людей эвакуировали, как только начала прибывать вода. Своевременная реакция всех служб позволила избежать массовых жертв. Сейчас на Кубани оценивают предварительный ущерб от потопа. В Туапсинском, Абширонском районах и в Сочи созданы мобильные группы. Специалисты пройдут по всем территориям, пострадавшим от ливня. На заседание оперативного штаба, который сегодня экстренно собрали в Туапсе, губернатор потребовал от глав этих районов максимально быстро, как только позволит погода обойти подтопленные дома и дворы. У вас уже комиссия, которая должна сегодня быть сформирована, и к концу дня должна быть сформирована, по обследованию сформирована, или нет? 18 рабочих групп занимаются. Вот они будут заниматься чем? Они будут обходом по дворовых территориям. Они уже сегодня есть? Они в вашем распоряжении сформированы? Они уже сегодня есть. Сегодня в 7 утра они были созданы. Там и сотрудник полиции, также работают сотрудники ФМС, потому что много вырекодировали людей в ночное время суток. То есть они есть и готовы приступить к работе, как только закончится выпадение осадков? Так точно. Они уже приступили туда, где можно подойти, в дворовую территорию можно зайти, они уже работают. Хорошо. Я еще раз подчеркиваю, это очень важно. Не ждать. Не ждать, когда уже люди будут стучать во все двери, что к нам не дошли, к нам не пришли. И объективно, еще раз подчеркиваю, объективно подойти к оценке ситуации, к возмещению ущерба. Большая вода пришла в 28 населенных пунктов. Повреждения получили около 2000 домов. Пострадали более 5,5 тысяч человек. Венимин Кондратьев дал команду уже сегодня зарезервировать в бюджете деньги для выплат пострадавшим от наводнения. Правая база должна быть полностью готова на возмещение ущерба, частичного, полного. И если будет утрата жилья, то есть мы должны здесь ни в коем случае не догонять ситуацию, не дожидаться возмущения людей, а работать на опережение. Еще раз подчеркиваю, правая база в течение суток должна быть готова. По компенсациям, то есть я поручаю заместелю губернатора Голась Игоря Петровича то есть предусмотреть уже сегодня зарезервировать средства в размере предварительного ущерба 1 миллиард рублей в кривом бюджете для того, чтобы мы могли своевременно произвести компенсацию тем, кто пострадал от чрезвычайной ситуации. К сожалению, синоптики передают неутешительный прогноз. До конца этих суток на территории Туапсинского, Обширонского районов и Сочи дожди продолжатся, а потом грозовой фронт направится на Мостовский и Отрадненский районы. Поэтому в регионе никто не расслабляется. Оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме. Людей при малейшей угрозе будут сразу эвакуировать. Сегодня приоритет спасти людей. Максимально уберечь их от беды. Еще раз подчеркиваю, эвакуация. Лучше мы перестрахуемся, чем, не дай бог, допустим, жертвы, которыми станут в результате стихийного обедства. Аварийно-спасательные работы. Приоритет. Еще раз подчеркиваю, аварийно-восстановительные, как только позволит погода. Поэтому эвакопункты должны быть готовы к приему тех, кто будет, естественно, эвакуирован и в них размещен. Это стратегическая, коллеги, сегодня задача. А дальше, я обращаюсь к главам муниципальных образований, коллеги, ко всем подготовьте необходимые помещения для того, чтобы они стали на время чрезвычайной ситуации эвакопунктами. Обеспечьте их питанием, горячим питанием, естественно, водой. Помещения должны быть теплыми. Когда позволит погода, первым делом приступят к восстановлению социальных объектов, школ, детских садов, больниц, а также к ремонту дорог и коммунальных сетей. От стихии пострадали шесть автомобильных мостов. Учитывая масштаб чрезвычайной ситуации, затопленные территории необходимо привести в порядок до наступления холодов. Александр Иванченко, Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Туапсинский район.